Ладно, всем привет! Я думаю, что надо возобновить мои видосики, потому что в моей голове постоянно куча мыслей, и когда я пытаюсь наблюдать за блогерами, я понимаю, что тот примитив, который они постоянно выкладывают, находит публику. И мне все время кажется, что я недостаточно знаю, и мне нужно еще узнать, и я молчу, разговариваю только с самой собой, и на локальном уровне, ну, с клиентами, с друзьями, вот, и постоянно меня призывают делиться и делиться и делиться. Не знаю, хорошо, попытаюсь начать снова. В общем, последние посты в Инстаграме, в Телеграме, везде, где я пишу, они затрагивали тему отговорок, экскьюзов, так сказать. Ребят, я поделюсь. У меня не было ничего для того, чтобы заниматься бодибилдингом. В моем окружении не было ни одного качка, в моем окружении не было людей, увлеченных фитнесом. Я жила в Московской области, и в моей локации вообще, когда я только загорелась идеей, все крутили у виска. У меня не было денег на реализацию собственных фантазий. У меня не было ничего. Я начала искать информацию, я начала собирать багаж знаний, я начала нарабатывать собственную ценность для этой индустрии. Я начала грызть гранит науки, так сказать. Я начала искать связи, начала искать людей, которые мне могли бы помочь начать мой путь. Я ездила с области на теплый стан, учась в научном в институте. И институт у меня был тоже в области, понимаете. Я тратил два часа в сторону, в одну, в зал, и в другую. Потому что только там нашлись люди, которые готовы были бы немножко помочь, понять вообще, что происходит, как-то меня направить, подкорректировать. И когда у меня была цель, вы думаете, мне нравилось два часа в дороге, на метро, на автобусах, на поездах. Вы думаете, мне нравились вокзалы, эти люди, снующие эти пробки. Вы думаете, мне нравилось после учебы гнать туда, там заниматься, гнать обратно. Меня вырубало прямо в метро. Я засыпала, я приезжала ночью, вставала, я не спала, я толком не успевала поесть, я перебивалась какими-то слойками в переходе. И у меня не было возможности вообще не с лотками носиться, потому что у меня были блоки, тетрадки и прочее. Но когда есть цель, какие могут быть еще мысли? Что вы будете себе придумывать, что не судьба, а кто строит судьбу? А кто строит вокруг себя все необходимые условия? Или что вы думаете, существуют какие-то люди, которых просто благословил Господь, и у них все свалилось на их голову? Слушайте, если вы будете мечтать о Rolls-Royce, он вам не упадет на голову. Для того, чтобы у вас был Rolls-Royce, создайте себе карту, план, пропишите цели, начиная с получения прав и заканчивая Rolls-Royce. И миллион шагов между этим. И нужно двигаться постепенно. Так не бывает, что оп, сразу у вас появился Rolls-Royce. И двигайтесь. Сначала одна марка машины, сначала БУ. Потом вы ищете способы заработка, вы развиваете свою финансовую грамотность, вы зарабатываете на этот Rolls-Royce. Вы примерно представляете, сколько еще лет, месяцев вам нужно уходить, ускорить этот процесс. Вы думаете, как ускорить этот процесс. Вы думаете, как заработать экстра, где вы можете быть ценными. Вы повышаете ценность свою и своих знаний, чтобы быть более значимым экспертом в той или иной сфере. Вы ищете подработку. Возможно, вы жертвуете сном. Возможно, вы жертвуете своими какими-то другими хобби, предпочтениями. Но вы идете к цели. И эти цели вы придумаете себе сами. Но если Rolls-Royce не ваша цель, то чего вы все сокрушаетесь, что вы ездите на Kia? Понимаете? Просто примите тот факт. Ездить на Kia – это нормально. Или не иметь машины – это нормально. Если у вас нет цели такой. Любая цель или ее отсутствие – это нормально. Но если вы говорите, что вы поставили цель, и вы ничего для этого не делаете. Но это, наверное, не цель. Люди живут в обмане. Люди постоянно придумывают какие-то оправдания собственной никчемности. Наш мозг бежит впереди нас. И мы хотим ухватить каждую, не знаю, всех за хвост. Вообще все хотим ухватить. Везде быть по чуть-чуть. Везде все успеть. Везде быть идеальными. А в итоге мы нигде. Поэтому самое важное – это постановка целей и приоритетов. Пока вы это не сделаете, ваша жизнь так и будет. Будет напоминать болото, которое будет вас затягивать все глубже и глубже. Из него труднее выбраться. Целей не может быть миллион. Они должны быть какие-то глобальные, основные. И подкрепленные планом, действиями. Чем больше вы сидите в положении жертвы, чем больше вы сокрушаете от того, что ваша жизнь на дне, вы тратите весь свой ресурс на обмусоливание этой темы с другими людьми. Все то это время, пока вы делитесь своими неудачами, вы могли бы сидеть и придумывать план для достижения своих целей. Но вы тратите на то, что у вас есть 10 друзей, и с каждым вы это будете обговаривать, с каждым вы будете жаловаться. Считайте время, которое вы затратили на эти пустые разговоры. Вы могли бы вложить его в более какие-то полезные движения. И моя история относительно бодибилдинга, она вообще невероятная. И да, я self-made. Да, я сама себя сделала. Да, я сама все перетерпела, сама пережала, жертвовала, падала, вставала. Но это была цель. И да, я не самый сильный человек на планете. И да, я не самый волевой человек на планете. И да, я сдавалась. И да, я прокрастинировала. Но я хотя бы себе не врала. Я знала, что моя цель была Олимпия. Мне не нужны были мелкие какие-то турнирчики. Я хотел на Олимпию самыми короткими путями, которыми-то возможны. Я поставил на кон все. Понимаете? И когда мне люди рассказывают, что они не могут отказаться от того, от всего, что они не могут пару раз сходить в зал, и это мне рассказывают люди, которые приходят ко мне и просят меня помочь им изменить тело. И мы вообще сейчас не говорим про станование. Я себя позиционирую как тренер для людей обычных. Я не люблю работать со спортсменами, потому что я не хочу лезть в гормональную систему. Я не хочу находиться 24 на 7 по каждому съеденному грамму. Я не хочу. Я люблю помогать людям, которые хотят изменить жизненные привычки, которые хотят просто хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать, быть продуктивными и стремиться к долголетию. Потому что мне хочется принести какой-то положительный... Мне хочется вклад какой-то сделать, понимаете? В жизни, пускай малого количества людей, но тем не менее. За каждое спасибо я получаю плюсы к карму, и мне от этого хорошо. Я вообще считаю, что в жизни надо делать то, от чего тебе хорошо, что приносит тебе удовольствие. И, знаете, мне никто не давал денег на спортзал, мне никто не давал деньги на спортодежду, мне никто не давал денег на еду. И есть цель, значит, надо работать. Есть турниры, значит, надо понимать, как получать визу, как делать форму, как следить за показателями. Средства, средства, деньги. Ты ищешь экспертов, ты ищешь грамотных врачей, ты ищешь грамотных массажистов, ты ищешь грамотных тренеров, ты оплачиваешь курсы, ты общаешься с правильными людьми, ты выкидываешь ненужных людей, которые тащат тебя вниз. Ты совершаешь действия, работу, ты не жалуешься, ты не думаешь о том, что ты не сделал, как у тебя все плохо и ничего не получается. Думаешь о том, как сделать так, чтобы получилось. Вы понимаете, что вы себя сами топите своими ненужными разговорами. Когда человек начинает мне писать, что он не может делать, когда он мне начинает тыкать с семьей, детьми, когда он мне начинает тыкать с какими-то лунными затмениями или трагдатным меркурием, я просто не понимаю, зачем тогда вы ко мне обратились. Ребята, в моем окружении есть люди, которые ставятся или к ним идут. С ними самая продуктивная работа. Они приходят, берут план и действуют. Все. Нет вопросов. Понимаете, и это менторство приносит мне удовольствие и им результат. Просто все молча делают и понимают, зачем они обратились, зачем они платят деньги. Я не верю, что поставив цель, вы будете искать оправдание. В тот момент, пока ты потратила полчаса на то, чтобы говорить, что ты не успеваешь готовить, то, что у тебя муж и дети. У тебя были эти полчаса, чтобы сварить себе рис, который варится 10 минут, чтобы пожарить или запечь себе курицу, которую можно сделать за 20 минут. Это те самые полчаса, которые ты потратил или потратила на объяснение мне, почему ты не можешь этого делать. Поэтому это видео, пускай оно немножко хаотичное, но я просто пытаюсь вернуться в строй, так сказать, с Ютубом. Я просто хочу сказать, что, пожалуйста, взвесьте свои действия, свои решения, свои приоритеты, свои цели и обдумайте еще раз. Вместо того, чтобы тратить энергию на объяснение, на поиск оправданий, потратьте ее на то, чтобы сделать вашу цель ближе, чтобы осуществить ее. Потому что гордость от достигнутой цели перекроет все трудности, которые были на пути к достижению цели. И главное, не выгорайте, когда вы ее достигнете. Когда вы понимаете, что вы уже близки к осуществлению цели, быстренько найдите еще парочку, но не миллион. Потому что миллион целей, как я уже говорил, заставляет вас прокрастинировать и не делать ничего. Потому что, когда вы гонитесь за всеми зайцами, вы не успеваете ровным счетом ничего. И опять же, я не говорю, что я такая умная, здесь сижу, всех учу. Нет. У меня есть огромный опыт за плечами, количество безумно принятых решений и правильных, и неправильных, и сложностей, и проблем, и задач. Но я хочу своим примером показать именно одно. Что если у вас реально есть цель, вы будете искать только пути решения, а не оправдания. А если вы ищете оправдание, значит, это не ваша цель. Откажитесь от нее и найдите то, что действительно вас заждет и заставит вас чувствовать себя полноценными и заряженными. Потому что зачем еще жить, если вы потухшие и не знаете, чего хотите. Найдите себя, найдите в себе силы для того, чтобы достигать поставленных целей. Найдите в себе ресурс и двигайтесь. Тогда у вас не будет проблем с перееданием, тогда у вас не будет проблем с сильной тревогой, тогда у вас не будет сильных эмоциональных проблем, потому что вы будете заняты поиском ресурсов по достижению вашей цели. Все, всех обнимаю. Буду теперь делать видосики. Хорошего дня.